Сегодня профессор Анисмов Олег Сергеевич у нас в гостях в Московском авиационном институте. Тема методологической консультации звучит как «Эффективный студент» или «Как учиться в ВУЗе XXI века». Прошу Вас, Олег Сергеевич. Итак, ключевой термин – эффективность. Эффективность, приложенная к учению, к учебной деятельности в ВУЗе. Отсюда появляются две необходимости. Рассмотреть ключевые термины – эффективность. И с другой стороны – учебный процесс. И внутри учебного процесса – учебная деятельность. Деятельность студента. Учебная деятельность студента. В связи с этим, сразу же хотел бы отметить, что термин «эффективность», хотя он достаточно популярен и встречается в литературе, в разговорах, но его понятийная характеристика достаточно случайна. И для того, чтобы придать большую не случайность, я сразу же введу три термина, которые позволяют пожарственно прийти к особенностям эффективности. Первый термин – это результативность, достижение, целедостижимость, и уже потом только эффективность. Ну, как всякие термины, но при всей относительности употребления терминов, ответственность начинается тогда, когда мы говорим, а что состоит за этим термином, каково значение этого термина. Вот для того, чтобы придать максимальную определенность, я поэтому сразу же скажу, результативность – это достижение некоторого результата вне анализа того, как получался этот результат, какое было ресурсное обеспечение, какова была отрата сил. Важно фиксировать конечность состояния. Вот получен некоторый результат. С этой точки зрения, когда студент отвечает на экзамены, как правило, преподаватель заинтересован в том ответе, который он получает. Который он фиксирует у студента. И это и есть результат. И тогда мы говорим, если студент достаточно правильно по эталонам, измеряемым, скажем, используется эталон – хорошо, плохо, отлично и так далее. Какие-то есть средства эталонные, позволяющие сравнить с тем, что дал, предложил студент, и мы говорим тройка, четверка или пятерка и так далее. Но важно то, что мы говорим, а этот результат воспроизводим или нет. Если мы не знаем способ достижения, если не предполагаем определённость способа достижения, факторного обеспечения и так далее, и так далее, мы не можем ответить – это случайное. То есть результативность, как правило, фиксирует случайность того достижения, которое фиксируется в реальном процессе. Теперь, когда мы говорим о том, что возникает не просто результат, а некоторый процесс, который заранее предопределён целью, то есть есть цель, цель, целевое представление, и усилия в данном случае студента связаны с достижением заранее фиксированной цели. То тогда содержание полученного, то есть того результата, который предопределяет содержанием цели, как нормой, это уже другой результат. Это уже результат, который неизбежно предполагает самоорганизацию студента, и организующим средством выступает цель. Чем более определённая цель, тем лучше, тем быстрее получается некоторая неслучайность достижения этого результата. Но для того, чтобы это произошло, требуется усилие по пониманию цели. С этой точки зрения, если мы говорим о том, что студент отвечает и при этом знает содержание того целевого требования, которое он затем материализует в своём ответе, то это другой уровень самоорганизованности, это другой студент. Ну и третий момент, когда мы говорим о том, что сам процесс, он уже заранее имеет некоторую характеристику способа достижения, а это означает, что каждый шаг, он предопределён требованием к каждому шагу. Поэтому если мы рассматриваем, ну скажем, членение шагов, то тогда каждый шаг предопределён требованием к этому шагу, а следовательно требует понимание этого требования студентам, то есть это усилие по пониманию способа, по пониманию факторов, которые предопределяют получение именно этого результата, то есть там есть требование целевое и требование динамики приближения к цели, то есть факторного обеспечения. И вот в том случае, если мы рассматриваем все эти требования как норма, а затем уже идёт живой процесс соответствующей данной норме, то получаемый результат является максимально не случайным. То есть результат становится следствием самоорганизации пошаженной, с учётом факторов, с учётом принятых, понятых и принятых студентам требований к тому, как получить именно этот результат. И вот отсюда появляется проблема, которая предопределяет эффективность можно получить, нельзя получить. Эффективность – это то, что является предопределяющим успешность, или это что-то другое. И тогда мы говорим, есть развивка между технологическими требованиями, технологическими требованиями. За этим стоит как раз вот вся целостность требовательности по процессу и факторного обеспечения. Это одна сторона. А вторая сторона – это субъективные, субъективные, соответственно, ресурсы. Ресурсы. То есть в учебном процессе субъективные ресурсы играют решающую роль. Если эти субъективные ресурсы случайны, то есть студент не получил некоторые способности, некоторые стереотипы, не усвоил какие-то модели, то есть то, что требует от его субъективного участия, вполне определенного, если он не получил это когда-то заранее, то тогда реализация технологических требований становится случайной. То есть мы говорим, если он получил предшествующую подготовку относительно субъективного ресурса, то есть способностную подготовку, то тогда его соблюдение данных требований не вызывает больших затруднений, и он начинает быть относительно фиксированной технологии эффективным. И это первая самая абстрактная характеристика. Берем другой пример, когда процесс отсутствовал приобретения способностей, способности к применению своих субъективных ресурсов под требования. То есть это означает, что способность реализовывать требования, а не самовыражение. Если он не получил такой подготовки, то тогда он эти требования принципиально не может соблюдать, потому что он самореализуется так, как может. То есть тогда он получает результат тот или иной, но он никак не связан с технологическими требованиями. И даже с целевой характеристикой, то есть с акцентировкой на целевое, на тот конечный результат, норму конечного результата, которую он должен получить. То есть появляется стихия того, что он сможет сделать, реагируя на требования. Если мы еще при этом скажем о том, что технологическая форма, она может быть в форме постановки и решения задачи. Может быть в форме постановки и решения проблем. То есть требования могут быть, сами по себе, то есть технологии, могут быть рутинного типа, рутина, воспроизводимость, и могут быть антирутинными, но для удобства инновационные. Инновационные. Возникает вопрос, есть ли для рутины технологии, да, есть те или иные, ну, скажем, сборники, посвященных методам решения задач. В той или иной степени полноты, в той или иной степени точности, то есть там надежности и так далее. А вот по отношению к киноватики все сложнее. Но возникает вопрос, а могут ли быть технологические формы инновационной ориентации? Да, как раз это и разрабатывается методологией. Следовательно, возникает стратегическая установка. Студент, если он хочет быть не случайно прошедшим путь в рамках учебного заведения, он должен иметь фазу подготовки способностей к решению учебных задач и проблем. А потом учебно-практических, а потом и практических, на основе учебных. То есть мы говорим о том, что сам учебный процесс, и вот здесь мы говорим, а сам учебный процесс, он может иметь фазу, касающуюся приобретения способностей. То есть это не простые способности, как-нибудь, что-нибудь, лишь бы что-то было. А дальше идет зависимость содержания способностей от того, что требуют сами практические или учебно-практические, или учебные технологии. Значит, должны быть технологии, технологии, которые надо понимать, осваивать, которые нужно принять и затем реализовать в рамках тех или иных уже подсказок, типа модели, модели, которые позволяют видеть, как эта технология может быть реализована стандартным реализатором технологических требований. И затем только уже начинаются процессы, связанные с достижением намеченных учебных или учебно-практических и так далее целей. Ну, сначала учебных, потом учебно-практических и практико-ориентированных, если, например, возникает сочетание вуза и его включенности в некоторую практику, проектную, исследовательскую, управленческую и так далее. То есть здесь появляется собственно вузовская и от того, что связано уже с будущей практикой. Практикой. Понятно, что сама вот эта вот учебная часть, учебная деятельность, она зависит по своему содержанию, по своей учебной программе, от будущего практического практического стремленности и практического применения. Поэтому понятно, что практические требования, идущие откуда? От рефлексии и практики. Либо рутинной, либо инновационной практики. Отсюда идет содержание учебных программ. то есть учебные программы. И поэтому если вуз исследовательской ориентации, то тогда по преимуществу содержанием этих программ выступает решение исследовательских задач и проблем. И возникает сама стыковка, само соглашение интересов вуза и будущей практики. Ну, и в связи с этим, в связи с этим дальше уже возникает обеспечивающий слой. Обеспечивающий слой. Если мы говорим учебная деятельность, и она имеет соответствующие формы, соответствующие методы, методики, технологемы, технологии, которые привязаны к решению учебных задач и проблем, если это есть, то тогда должно быть еще и обеспечение связанное с субъективностью. А это означает, что должна быть психолого-педагогическая составляющая, которая тоже должна быть унифицирована. то есть нужно предполагать вождение студента по уровню своих способностей от простейшего, от естественного и неправильного к правильному, то есть гарантирующему успешную учебную деятельность. То есть появляется не просто учебная деятельность для того, чтобы студент ответил правильно на экзамене, обосновал, чтобы он не запутался в обосновании, чтобы попытки его поколебать в обосновании он твердо держался, то есть уверенно держался, он еще, он еще должен проходить путь совершенствования и развития. развития. От совершенствования переход к развитию отличается тем, что совершенствование, оно больше связано с результативностью, с установкой, хорошей установкой, быть более совершенным, обладать большими знаниями, большим количеством способностей, более сложным материалом владеть и тогда более. Но это не связано с качественной характеристикой. В чем состоит качественный переход? То есть вот один уровень, а вот другой уровень. Это кандидат мастера спорта, а это уже мастер спорта. Это всего лишь третий разрядник, а это уже кандидат мастера. То есть перепад достаточно качественно большой. Также и относительно учебной деятельности, то есть субъективные способности для того, чтобы быть успешным в учебной деятельности вполне определенной требовательности, уровня требовательности, сложности. Эти сами по себе способности имеют лестницу качеств. Следовательно, дальше возникает вопрос о притязаниях. Вот если вуз имеет еще надстройку притязания, то есть не только студента рядового готовить и в будущем молодого специалиста, а для того, чтобы он был более высокого уровня специалиста и, может быть, стал элитой профессии, значит, притязания могут быть разного уровня. И понятно, что профессиональная практика, она всегда так или иначе в своей рефлексии, в том числе выражает пожелания и устремления. Дальше возникает только вопрос, откуда эти притязания, ну, скажем, нарастают. Что за факторы, которые связаны с этими притязаниями, с ростом притязаний. Но здесь тоже очень просто, поскольку ВУЗ и сама практика профессиональной деятельности, она включена в мировой процесс. В мировой процесс. А мировой процесс все время имеет какие-то сдвижки вперед, совершенствования, а иногда качественные совершенствования. То есть такие революционные переходы, когда это накопление становится качественным переходом и соответствует диалектике перехода. Первое, второе, отрицание. Рывок. И сейчас, если мы, например, берем в качестве иллюстрации дискуссию по станкостроению в стране, рефлектирующая ситуация говорит, у нас загублено станкостроение, к нам приезжают специалисты из-за рубежа по станкостроению и говорят, ну все равно вы уже не встанете на ноги, давайте мы вам будем обеспечивать станками, мы будем работать, у нас все налажено, вы уже рухнули, и поэтому то, что мы можем или захотим, вот с этим вам просто придется соглашаться. Ну просто такое положение дел, что увы, если у нас национальная гордость и профессиональная гордость говорит, а почему нам не быть самостоятельными в станкостроении, ну или там в самолетостроении и так далее, тогда возникает необходимость перехода к возрождению потенциала станкостроения. Одно дело, когда мы частично только лишь загубили, тогда идет то, что сейчас называется импортозамещение. То есть мы как бы отдали часть технологического процесса куда-то на сторону, нам уже начинают надоедать со своими требованиями, которые нам неприемлемы, мы тогда возвращаемся к полноте технологического цикла, но это называется замещение. Но это же усилие, это напрасная трата времени и тогда возникает стратегический вопрос, а почему при разработке стратегии развития станкостроения или вообще всей индустрии или вообще всей страны заранее не заботятся о полноте самостоятельности и входить в мировую кооперацию только тогда мы, когда мы убеждаемся, что нам гарантируют правильные отношения со всеми участниками мировой кооперации, то есть которые не идут во вред нам. Но надо еще в последней тее свести, а как устроено мировое сообщество? Оно что, просто заболело и может выздороветь? Или оно принципиально всегда противоречиво и противопоставлено? Но для этого надо знать диалектику. Если есть диалектическое видение мира, то мы заранее знаем, что никогда полноты таких желаемых отношений, если у нас положительные характеристики этих отношений, не бывает. А следовательно, всегда нужно заботиться о потенциале самостоятельности, причем с легкостью возвращения в полной самостоятельности. и дирижирование некоторым делегированием самостоятельности в зависимости от условий, но безопасным образом. Вот на этом примере я подчеркну, если мы готовим студентов, которые способны обеспечивать в будущем разработку стратегии и обеспечение самостоятельного движения страны, желаемой для страны в сторону, это требует принципиально других способностей. Это требует не просто переходимости от рутинных технологий к инновационным технологиям, но еще и к технологиям предельным по сложности. И возникает вопрос, а есть ли такие разработки по скажем по технологиям высшего уровня сложности. На счастье нашей страны развитие методологии в стране больше 50 лет уже позволило иметь потенциал перехода к высшим технологиям. И высшие технологии предполагают многослойность обеспечения эффективности. сейчас я не буду рисовать более сложную схему, что это за многослойка, которая обеспечивает переход от самого простого к постепенному усложнению. Но она есть, она опубликована, есть соответствующие работы, все это уже есть. Важен один признак, который здесь бы я подчеркнул. Нельзя в меняющихся условиях в инновационной среде гарантировать рутин. Рутин, которая бы воспроизводилась. Следовательно, момент рутинности, тогда, когда уже можно ее вводить, он должен появляться. Но переход от одного фрагмента рутинности к другому, переходимость, пластичность обеспечивается другими механизмами, нерутинными. И вот тогда, когда мы говорим о том, что высшая степень надежности, тогда, когда мы опираемся на особые представления о мире, мировоззренческие, ну, скажем, там, стандарты, и соответствующими способами использования таких мировоззренческих представлений, для того, чтобы заранее вести рамку, которую не надо менять, в этой рамке все подвижности и все пластичности уже заранее предусмотрены, то тогда, мы говорим, появляется высшая эффективность. То есть, это не сведение к рутине, а это сама возможность организованного перехода с одного уровня на другой, для того, чтобы обеспечить максимальную неслучайность во всех этих пластических передвижениях. Вот так замаскированно, я сказал, но это и есть, это и есть, но для удобства спецназ профессиональный, высшего уровня, это элита, настоящая профессиональная элита, и тогда отсюда и возникает вопрос, а можно ли в ВУЗе предусматривать подготовку и вот такой элиты, вечно значимой гордости страны, гордости мирового уровня и так далее. Можно, но для этого, но для этого нужно проходить путь накопления потенциала развития, а для конкретного человека это потенциал его саморазвития. то есть тогда появляется зависимость от психолого-педагогического обеспечения, конечно, встроенного в притязание, профессиональное и общекультурное притязание. И тогда учебная деятельность становится как бы приложением этого инкубатора способности. Если есть способность, можно ставить проблемы все более высокого уровня субъективным обеспечением будет, пожалуйста, были бы либо целевые, либо даже предцелевые намеки, что бы хотелось, пожелания. А с другой стороны оформленные притязания, технологические, выраженные притязания, и сама тогда технология становится многослойной, но тогда и появляется многослойность и в самоорганизации в учебной деятельности. И здесь я бы завершил это все следующим моментом. Возникает проблема. Проблема того ресурса времени, которое требует то или иное притязание. И тогда зависимость очень простая. Если минимальное притязание, появляется минимальное ресурсное временное и всякое другое обеспечение. Лишь бы методики были, лишь бы были условия организационные, ну и все остальное то, что нам привычно. Но если мы говорим, что минимальные нас не удовлетворяют по притязаниям, и требуется переход к максимальным притязаниям, то тогда возникает максимальное удлинение, удлинение самой вот этой психолого-педагогической части, потому что без обеспечения способностями можно и не появляться в технологическом поле, все равно не получится. Вот сейчас вот этот механизм и вот это обстоятельство стало, ну скажем так, в управленческой деятельности ключевой. я бы сказал так, у нас сейчас управленческий кризис в стране, он принципиальный кризис, то есть управленцы обладают способностями не соответствующими даже тактическому уровню управления, а не то, что стратегическому, а страна, она не может без стратегического управления, и поэтому, ну как голова это одно, спиной мозг это другое, там, ретикулярная формация это не там, что мы встречаем в коре головного мозга, там другое, так вот, а тем более лобные доли в коре головного мозга, мы не имеем в стране фактора субъективного, обеспечивающего надежность, упорядоченность, предопределенность успеха, особенно, когда требуется быстрый рывок, то есть, когда требуется, ну как сказать, извлечение бегемота из болота, вот мы благодаря зараженности всякими псевдоидеями, которые не соответствуют нашей ментальности, нашему культурно-духовному коду, нашей идее, идеалу, мы оказались в болоте, он, ну, болото разного там, уровня, иногда кажется, что это даже и не болото, но в мировом соревновании мы перенапрягаемся прежними способами, тогда как в мировом соревновании можно обойтись гораздо меньшими силами, быстрее получить нужные результаты, но для этого нужно иметь способности. И последняя реплика в этом ряду. Вот если взять философию, то в философии все было сказано в разное время и соответствующими авторами. Вот, например, берем усилия Канта, Эммануила Канта. Что он предпринял? Он сказал, всем нужна метафизика. Так или иначе, все понимают, что метафизика нужна. Ну, высшее представление бытии максимальная неслучайность виднее мира. хорошо бы достигнуть метафизики. Но сначала надо понять, а возможно ли отчужденная метафизика, то есть, ну, скажем, как учебный предмет и так далее. Он попытался двигаться в эту сторону и сразу же понял, что при тех способностях, которые обычно имеют философы, это недостижимо. Требуется другое понимание способности, другое, скажем, виднее потенциала, возникает разговор об априорности и так далее, и так далее. И вот он пошел в эту сторону, но не дошел. Поэтому понадобились усилия Фихте, Шеллинга и, наконец, Гегеля, который в этом разобрался. И он уже напрямик построил метафизику. Дальше возникает вопрос, а сейчас нам нужна метафизика? Если мы хотим иметь высшие достижения, да, если мы хотим не иметь иллюзии, или минимальные иллюзии, надо метафизическую подготовку иметь, особенно для высших по уровню качества специалистов. Ну, тогда нужно осваивать то, что удалось сделать Гегеля. Надо унифицировать его представление, ввести в учебный процесс, сделать законными, дойти до этих шагов уровня Гегеля и дальше фактически сделаться ведущей страной в интеллектуальном плане. Ведущей. Нигде сейчас в мире Гегель вот так вот в рабочем режиме не используется. Ну, трудно пройти стадию рассудка до разума. Поэтому, а наша страна чем характерна? Тем, что сама ментальность и культурно-духовный код, он создает предпосылку субъективного обеспечения этого взлета до метафизики. Ну, вот и пожалуйста. Значит, тогда история философии нам дает и указывает пример. Оказывается, и внутри философии там разборка была, и, наконец, разобрались, нашелся герой, который разобрался, и, следовательно, обеспечил перспективу высших достижений. А мы насколько близки к этому, если взять содержание учебных программ? Почти никакого отношения к этому. Просто никакого отношения. Даже та логика, которая преподается в вузах, она ускользает от этого. Она ограничивается, ну, там, около математики, то есть математика это одно, а дальше можно в логическое пойти, и такая логизированная то есть это математизированная логика и дальше формальная логика. Но это рассудок, это не разум. Здесь нельзя гарантировать разумные решения. Они как-то там получаются, где-то что-то за счет таланта и каких-то других факторов, но они предопределяют. Следовательно, общий вывод состоит в чем? Если вуз, особенно инженерный, где требуется четкость, определенность, неразмытость, в отличие от гуманитарных вузов и так далее. Когда нужны изделия, вот показать это изделие, отчужденное изделие, вот оно летает, это уже не разбрасывание бомб, а это точное наведение бомб, ну и все остальное, то, что мы сейчас хорошо знаем. Но для этого нужно менять вуз, нужно менять учебные программы, соотношение между содержанием, способом работы в учебном процессе, содержанием, способом и субъективной самоорганизации, и соответствующим уровнем субъективной самоорганизации, приобретение тех способностей, которые гарактируют переход к эффективности. И тогда выпускник становится эффективным, вуз при такой организации и самоорганизации становится эффективным, такой вуз становится максимально полезен обществу, все довольны. Олег Сергеевич, скажите, пожалуйста, в учебных планах любого технического вуза есть базовые дисциплины, такие как математика, физика и другие, которые призваны стать базисом будущего профессионала в инженерной, например, деятельности. С другой стороны, там есть специальные дисциплины, такие как проектирование, конструирование летательных аппаратов и другие. Сейчас происходит такая деструктивная вещь, что базовым дисциплинам отдается меньше предпочтения, меньше часов, особенно в условиях тотального дефицита времени в программах бакалавриата. И кафедры, которые преподают фундаментальные знания, попадают в ситуацию, что их ими пренебрегают. И количество учебных часов сокращается с 4-х, 3-х, 2-х и даже до 1-го семестра физики. Как Вы думаете, как в этой ситуации можно разрешить проблему и какую роль здесь может играть междисциплинарные связи? И как бы на практике их можно было построить? Потому что в настоящем момент, к сожалению, многие кафедры такого типа находятся в состоянии антагонизма. я так бы отреагировал. В какой-то степени я сейчас этой проблемой занимаюсь в связи с некоторой такой установкой, подготовкой управленцев высшего уровня квалификации, то есть такой, которой сейчас нету. Полузаказ уже есть и кое-что в агентстве стратегических инициатив, ну, скажем так, на уровне заказности мы согласовали. Но в чем тут дело? Вот здесь появляется особая проблема, она связана с тем, что если мы рассматриваем, если мы рассматриваем дисциплины, дисциплины, и там они группируются, есть фундаментальные, как вы сейчас сказали, есть прикладные, прикладные тоже там разделяются на те, которые прямо связаны с решением задач, постановкой и решением проблем в профессии, ну, и так далее. Вплоть до там проектирования, исследования, всего остального. Если мы говорим о том, что нужна прикладная составляющая, чтобы выпускник хоть что-то мог делать, то можно разделить по уровням и какие-то самые начальные уровни отдать бакалавриату. Ну, тогда должны быть соответствующие надежные модели самого механизма постановки решения задач и проблем этого уровня, то есть низшего уровня. Возникает вопрос, можно ли это обеспечить? В принципе, да, можно, если владеть методологией, логикой, философией, в общем, быть грамотным в культуре мышления. То есть это можно сделать. То есть методист здесь должен быть еще методологизированным методистом. Тогда это возможно. Теперь есть более высокие притязания уже магистратура. Магистратура, а здесь, скажем, бакалавраатура. Бакалавраатура. Ну, да, тогда возникает вопрос о усложнении модели, а усложнение модели связано с втягиванием все более фундаментального обеспечения. И, следовательно, появляется как бы заказ на фундаментальное. Теперь мы говорим, но фундаментальное то само имеет разные уровни развернутости. И тогда одно дело хочется взять все фундаментально, но это огромное время нужно. Но фундаменталисты требуют жертв. Возникает отношение между минимумом и максимумом фундаментальности какой-то связки со временем. Соответственно, и вот тут я подчеркиваю один выход, который носит экстремальный характер, но вроде бы ведет к решению той проблемы, которую вы зафиксировали. А именно, если мы говорим, есть пирамида знаний разного уровня абстрактности, внизу прикладные выше фундаментальные, а выше мировоззренческие. характерно то, что если фундаментальные непосредственно отдавать, появляется максимум времени для их освоения. Если фундаментальные предполагают опору на мировоззренческие представления, идет минимизация времени на освоение фундаментальных представлений. То есть, философия может уменьшить объем затрат на изучение фундаментального. То есть, при некоторой освоенности технологии использования высших представлений, можно ускорять продвижение по очень сложным фундаментальным материалам. Это проверено практикой. Теперь возникает вопрос особого рода. А что, если попытаться, ну, такое притязание, решать прикладные задачи, опираясь на мировоззренческие средства. То есть, даже самое прикладное, как я сейчас говорил, метафизически понять сущность, может это привести к ускорению и к надежности решения прикладных задач, может. то есть, есть промежуточный вариант, ну, первый вариант, это вот когда просто накопление, увеличение объема освоенного фундаментального знания. Второй вариант за счет философии, придания некоторой ускоренности. А третий вариант вообще, как говорится, вроде как огибая и мимо фундаментальных представлений. Но понятно, что если этот механизм возможен, то тогда, когда он уже возможен, можно рассматривать и присвоение фундаментальных знаний по необходимости по соответствующим объемам, если там надо что-то взять. с быстротой. То есть возникает третий штрих варианта. К чему я веду? Я говорю, все эти феномены зависят от уровня освоения мыслительной культуры. с этой точки зрения, если человек освоил мыслительную культуру, он потенциально способен на все. Но нереально. Чтобы реально быть способным, для этого нужно прикрепиться к живому материалу. Вот этот вариант, он является экстремальным. Поэтому условно, если взять жреческий корпус, то он готовится именно по такому варианту. Жрецы могли подсказывать, что и как там нужно делать, либо дельфийский оракул, либо по нашим волхвы и так далее. Они подсказывали, исходя из того, что они прошли путь интеграции своего внутреннего мира в мировой процесс, ну там, универсумальный процесс, в космос и так далее. Они уже сопричастны к движению космоса. И когда нужно связать с историческим сюжетом, они там связываются и там подсказку делают. Ну, достаточно быстро. Подсказывают. Вот нечто подобное. Так вот сейчас, сейчас мы благодаря мыслительной культуре разумного уровня потенциально можем готовить и вот таких жрически ориентированных профессионалов. Можно потенциально. Проблема разрешаема. Ну, и еще раз хочу сказать, ну, фундаментальные знания никто не отменяет. они нужны. Они самостоятельную роль играют. Другое дело вопрос о времени, который можно посвятить фундаментальным знаниям. Можно давать их мало в самой учебной программе, но обязательно сохранять движение в фундаментальном процессе со всей, со всей, так сказать, целостностью фундаментальных разработок. То есть исследовательские лаборатории должны работать фундаментально, раз в фундаментальном слое они что-то делают. То есть здесь соотношение между учебным применением фундаментального и развитием фундаментального должно быть правильным. Учебное это прагматика учебная, а фундаментальное это внутренний процесс фундаментального развертывания представлений дальше и дальше. И сокращение, ну, скажем, лабораторий или сокращение сотрудников, которые фундаментальной частью занимаются, это большое, ну, неприятное для ВУЗа. Это отхождение от возможности взять фундаментальный потенциал. Вот как соотнести, дирижируя ресурсами на одну часть функциональную, учебный процесс, на исследовательскую часть, на проектно-конструкторскую часть, на всякие дела, это уже организационно-управленческий вопрос. Можно его разрешить, опираясь на то, что уже есть. И бережно относясь к кадрам. То есть бережно относясь к кадрам не в том смысле, что раз есть, надо всех сохранить. Это же количественный подход, он не дает качества. Тут нужно иметь качественно-количественный подход. То есть разумность в использовании кадров, разумность и в функционировании, и в развитии кадров, там, перспектива кадров, перспектива ВУЗа, ну, и далее. В вашем ответе прозвучала необходимость фактически создания некоторой отдельной дисциплины, которую бы проходили студенты именно начиная с младших курсов, чтобы они за период бакалавриата успели впитать в себя культуру мышления, которую вы называете неким трамплином. Вы не могли бы на этом остановиться поподробнее? Какой бы это мог быть объем дисциплины? Как она должна преподаваться? И что она в себя включала бы? Ну, я бы так назвал. Есть простые сюжеты в профессиональной деятельности. Надо их совместить друг с другом, отобрать наиболее значимые, то есть, ну, частотные, которые, ну, обязательно все равно будут, да? Сопровождать практику профессиональную. Минимальное количество учебных задач, задачник, соответственно, построить по содержанию профессиональной деятельности. Это своего рода, ну, так сказать, к модели деятельности выпускника, как бакалавра, да? К этому задачнику, соответственно, подстроить мыслетехнический задачник. То есть, как мыслить надо правильно решать, ну, ставя, решая эти задачи. То есть, это как бы форма движения мысли под эти содержания. Это второе. Третье. Дать основание всем способам. Это небольшая сравнительная часть. Источник, он, как всегда, в высших абстракциях, невелик по содержанию. Но надо его понять. Как оттуда вытекают отдельные формы. Ну, как появляются задачи, как появляются проблемы, как появляются прогнозы. Ну, в общем, мыслительная механика, да? И вот это все, вот это все, уже содержательно еще и обеспечить, ну, обычным потоком учебных дисциплин, контролируя минимизацию, чтобы, ну, не расплываться. И тогда появляются сравнительно компактные программы под это время, которое отведено. Но в основе лежат модели и технологии типовых циклов мышления под эти содержания. И особая роль таких культурно-мыслительных основ, которые раскрывают содержательность и нужность вот этих форм. То есть это, в принципе, возможно. Скажите, пожалуйста, вот при продвижении по этому пути, какую роль играет создание единого понятийного аппарата, и какие первые шаги можно произвести вот этим кафедрам двух типов. фундаментальных, которые сейчас стали обеспечивающими, или выпускающих, которые являются прикладными. Ну, здесь я подсказал... Часто они разговаривают на разных языках. Да. Ну, это вот отдельная, отдельная необходимость в любой организации учебного процесса. Понятийная база. Вот то, что сложилось в качестве, ну, там, понятийного обеспечения, нужно осуществить его очищение по мыслительным критериям, по логико-мыслительным критериям. Очищение. Вот логика Гегеля чем хороша? Тем, что она является не только удобством для выражения в сверх неслучайной мысли, но она ещё и выступает в качестве аппарата по очищению случайной мысли. Поэтому это требуется особая понятизация, понятийное обеспечение, и это решаемая проблема. Но для этого нужны специалисты, которые умеют это делать. Вот я веду в качестве иллюстрации. В начале этого года я получил заказ из экономической академии Плеханова, моя бывшая, давнишняя самослительница в качестве помощника ректора и так далее. Она сказала, понятийный аппарат очень плохой в экономике. Очень плохой. И когда я начинаю требовать определённости, ну, как член учёного совета, я не вижу никакой перспективы. Все очень расплывчато отвечают. Ты можешь дать механизм методологический очищения этого аппарата. То есть создать такой, ну, так сказать, очистительный механизм. Я говорю, с удовольствием, сколько всё время этим занимался. И была подготовлена книга по использованию логики и методологии в качестве основы создания понятийного аппарата в области экономики. Этот комплекс готов на любую, если бледу. В любом научном предмете. В любой специальности. Потому что это универсальные средства. Они идут из философии, логики, но это вот отдельная история. Как там это получилось? Через развитие методологии. Поэтому я говорю, вот! Ну, там получился том, где раскрыто, как, откуда появился этот аппарат и в чём он состоит. Раз. С другой стороны, вторая часть – это приложение к экономическим понятиям. В рамках формальной логики и в рамках диалектической логики. Два варианта в конце. Вторая часть. После чего я сказал, что Тамара Петровна, когда учебная дисциплина-то будет? Начнём готовить элиту мыслительную. Мыслительную. Пока жду. Олег Сергеевич, последние больше десятка лет говорят о так называемом проблемном обучении. Это, видимо, когда в учебный процесс выделяется некая доминанта, вокруг которой прикладным порядком подтягиваются физика, математика, химия, аэродинамика и другие дисциплины. Как Вы себе видите, современному студенту проблемное обучение нужно и даст ли она ему дополнительные стимулы и мотивации к обучению? Ну, я бы сказал так. Вот если обычный подход с случайным пониманием, что такое проблема, проблемные ситуации, проблемы, там, постановка проблемы, решение проблемы, то есть без надежных понятий о том, что такое мышление, проблема, ну и так далее, да, то это, ну, вначале может даже вдохновлять, а потом как-то торгается, поскольку не видно ни руля, ни витрил в мыслительном процессе. но если сами формы движения мыслей, характерные для постановки решения проблем вести, вполне определенные, вполне точные схемы, процедуры, модели, то тогда это может только увлекать. то есть сначала решил легенькую проблемку, захотелось бы по более сложному варианту пойти, например, там, с участием ряда дисциплин и так далее. Чем больше притязаний, тем больше необходимость понимать сам мыслительный механизм и способности к его адекватному выращиванию в себе. И то, что я говорил, все повторяется. То есть с этой точки зрения все, опять же, зависит от понимания истории мысли. Но сейчас настолько слабое представление об истории мировой мысли, что все, что раньше было понято, уже как бы забыто. А если приоткрыть, то достаточно быстро опознается, что все под рукой, что можно все делать. Скажите, пожалуйста, какие качества студенте высшего учебного заведения 21 века вы считаете наиболее значимыми и каких качествах студента быть не должно? Ну, самое простое, что должно быть у студента, это любознательность. Вот если он хочет что-то новое иметь представление о мире, он не должен это торгать. Если вы говорите, а это другое, чем то, что ты привык, у него должно быть положительное реагировать. А надо бы разобраться, а что это такое? Это первое. Второе, это характеристика отношения к трудностям. Студент не должен бояться трудностей в постижении и в самоизменении. Вот если он боится, не хочется ему тормозить что-то, ну, значит, рано. До рутины он дорос, но не до инноватики, не до проблем, не до чего. Поэтому тот, кто положительно относится к затруднениям как условию выхода на новый уровень, молодец. Третий момент, это отношение к абстракциям. Поскольку в абстракциях свернуто содержание, инструментализировано, значит, инструментальность мышления. Если инструмент, надо убить пользоваться. Поэтому если он понимает, что должна быть инструментальность, а следовательно он субъективно должен адаптироваться к этому, а не ускользать, не зачеркивать, у него большое будущее. И наконец, четвертый, я бы сказал, храбрость. То есть желание высшего не бояться идти к вершинам, а к мы. то есть если храбрость есть, он может стать великим, он может стать элитой при наличии всего остального. А в качестве примечания все характеристики изложены в философии духа Гигеля. Все уже записано, обсуждено, поэтапно и так далее. с другой страды это зафиксировано в московском методологическом сообществе. Ну и не беру какие там тоже края есть ниже и выше, а в принципе рефлексивная самоорганизация, опирающаяся на критерии разного уровня абстрактности. чем более высокий уровень задет критериальности, тем большая перспектива. Я бы даже сказал бы так, среди педагогов вуза должна быть хотя бы минимальная простоечка, лучше внутри, чем привлечение изменить только лишь, которая бы создавала бы ну как бы клуб мыслителей. Клуб мыслителей, который бы обсуждали вот эти все проблемы, они бы были бы самыми постоянными участниками развития вуза. То есть можно рассматривать вашу фразу как предложение к субботнему методологическому семинару? Да, конечно, конечно. Завершая сегодняшнее размышление совместное, я бы сказал так, что некоторые приоткрытые тайные возможности могут быть сравнительно быстро материализоваться, если иметь два обстоятельства. Одно обстоятельство это поддержка и использование того, что по субботам происходит прямо на территории моей, данной конкретной аудитории, и это один момент, его можно использовать. а второе это если будет какая-то группа желающих пройти первый вариант вот такого оснащения мыслителя культуры, я готов взяться и сам, и, может быть, привлекая еще и своих ребят, когда необходимо, для того, чтобы группа студентов или аспирантов, я не знаю, устремленных, чтобы она почувствовала и сказала, ах, как хорошо, какое будущее открывается нам. Большое спасибо, Олег Сергеевич, всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!